Сегодня я продолжу говорить о новом способе жить. Пастор Марк уже цитировал вам книгу Исайя и его древнее посвящение. В 61 главе книги Исайя можно найти великое пророчество о Мессии, которое скоро грядет. Исайя рассказывает там истину о том, что сделает Иисус. В Евангелии от Луки можно найти похожие строки. Там рассказывается о том, как Иисус вошел в синагогу, там сказано «Дух Господень на мне». Давайте сейчас все вместе скажем «Ибо». Он помазал меня. Я знаю, что сегодня мы очень редко говорим это слово «помазал», но оно очень важно для нас. И чуть позже мы об этом поговорим. Итак, Он помазал меня благовестовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. В книге Исайи есть одно небольшое отличие от этих строк. Там сказано не только «проповедовать лето Господне благоприятное», но есть и дополнение «и день мщения Бога нашего». Тут говорится еще и о мщении. В первый раз Иисус пришел к нам агнцем и принес нам Божью благодать, но когда Он придет к нам снова, с Ним придет мщение. Он пришел к нам в первый раз и принес с собой благодать, надежду, мир и истину. И сегодня мы все еще ощущаем эту надежду, мир и истину. Мы пришли в этот мир не осуждать и обличать, а пришли нести миру радость, любовь, надежду, потому что мы служим нашему Спасителю и Мессии, который воскрес из мертвых. Вот что мы должны делать. Мы не должны быть христианами, которые блуждают в потемках. Послушайте, я не хочу спорить с вами о вашем отношении к апостолам и прочим вещам. Я хочу, чтобы вы были готовы. Когда Иисус вернется на землю, люди должны быть готовы к возвращению Царя. В Евангелии от Иоанна сказано, что нужно делать. Вот что сказал нам Иисус. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вот она, истина. Я просто обожаю четвертую главу Евангелия от Луки. Там рассказывается о том, что произошло после того, как Иисуса крестили, «Тогда открылись небеса, и был явлен Дух Святой». В этих строках мы можем видеть сразу Отца, Сына и Духа Святого. А еще там провозглашается пришествие Мессии. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это благоволение Отца и сошествие Святого Духа на Сына Божьего. После этого Иисус отправился в пустыню. В Евангелии от Луки сказано, что Иисус отправился туда не просто так. Его там должен был искушать дьявол. Но запомните, он не мог выдержать эти искушения, пока на него не сошел Дух Святой. Мне кажется, что многие из нас ведутся на всякие искушения, потому что вы не впускаете в свою жизнь Духа Святого и Любовь. Знаю, что многие пасторы говорят об этом, но хочу сказать вам, что вам нужен Святой Дух. Он нужен нам в этой церкви, он очень важен для нашего поколения. Знаю, что многие пасторы говорят об этом, но мне нужен Дух Святой. Я не могу без Него. Я помню, что мы говорим о новом способе жить, но вы не сможете начать жить по-новому, пока вы не впустите Духа Божьего в свою жизнь. Иначе у вас ничего не получится. Вам не исполнится вашу миссию благовестия об Иисусе Христе, потому что вы не сможете нести благую весть без Святого Духа, потому что только Он свидетельствует о благости Иисуса. У вас ничего не получится без благости Иисуса и Божьего Духа. Призвание, которое было у Иисуса, касается всех нас. Что же мы должны делать? Нести нищим благою весть и помогать людям находить свободу и исцеление. Прошу у вас прощения. Я не могу жить без благовестия Иисуса Христа, и поэтому не могу проповедовать без постоянных отсылок к Библии. В Евангелии от Луки Иисус открыл Библию и прочел там «Дух Господень на мне». Прежде чем что-то сделать, вы должны произнести эти слова «Дух Господень на мне». И когда на вас сойдет Дух Господень, Он помажет вас. Что это означает? Он благословит вас, чтобы вы вершили дела во имя Царства Божьего. Вот что это значит. Вы уже не будете такими, как прежде. Ведь Бог помазал вас делать то, что Он призвал вас делать. Давайте скажем «Дух Господень на мне». Давайте все вместе. Нам Он нужен. Он нужен нам. Мы пришли в этот мир не только для того, чтобы служить и помогать нашим ближним, нищим, связанным по рукам и ногам, сиротам, вдовам и заблудшим овцам, но и для того, чтобы нести благую весть. Иначе мы будем просто очередной гуманитарной организацией. Что хорошего в службе и помощи кому-то, если мы будем просто подготавливать их, чтобы они смогли спокойно пойти на бойню? Что хорошего в помощи кому-то, если вы готовите его к тому, что его убьют? Ведь он навеки отделится от нашего Отца. Что хорошего в чудесах, если никто не спасется благодаря этим чудесам? Я прекрасно знаю, что все вы хотите чудес. Вы восклицаете «Я так хочу чудес». Как же я желаю чудес! Но если вы читали Евангелие, вы помните, что все происходящие там чудеса приносили спасение городам, где они происходили. Они происходили не просто так, не случайно. Иисус Христос не устраивал магических шоу. Нет, Он был Божьим Сыном. Каждое Его деяние и каждый Его шаг имели цель. За каждым совершенным им чудом стояла определенная цель. Он помог женщине уколоться, и за этим чудом стояла цель. Он не просто так исцелял слепых и болящих. Он не просто так изгонял демонов. За всеми этими чудесами стояла цель. Те, кто раньше не верил, теперь уверовали, что Иисус — это воскресший Спаситель, Сын Божий и Живой Царь. А вот в чем дело. Мы делаем добрые дела, чтобы вновь прославить имя Иисуса для нашего поколения. Недавно я консультировал тренера нашей баскетбольной команды. Он сказал мне, я хочу, чтобы наша команда побеждала в каждой игре. Я хочу этого и потому, что я люблю соревноваться, хотя я это люблю. Я ненавижу проигрывать. Помолись за меня. После каждой победы нашей команды я буду прославлять имя Иисуса. Каждый раз, когда мы кому-то помогаем, авторитета Иисуса становится большим. Поэтому мы должны прославлять его имя. Вот почему после каждой игры наша команда собирается вместе и возносит славу Господу. Вот почему мы и выиграли чемпионат. Правда, я еще не видел кубка, но сегодня вечером я его увижу. Вот оно в чем дело. Ребята, а теперь послушайте. Если мы будем служить нашим ближним, друг другу, нищим, болящим, вдовам и сиротам, то это поможет нам донести до них благую весть о Христе. Вот оно в чем дело. Вот о чем я сегодня говорю. Как вы думаете, у кого было величайшее свидетельство, когда мы говорили о Добром Самарине? Помните эту историю? У кого было величайшее свидетельство? У того, кто остановился, или у священника и левита? У кого? Скажите. У того, кто был религиозным, или у того, кто совершил воистину религиозный поступок? Знаете, что является основным пороком современного христианства? Мы научились вести себя как выцерковленные люди. Но это лишь видимость. Мы знаем, как правильно кричать «Аллилуйя». Мы знаем, когда нужно хлопать. Мы знаем, когда нужно кричать. Мы умеем красиво идти в церковь в воскресное утро. Но нам не хватает применения в жизни информации, которую мы получаем, когда проводим время с Господом. Мы должны применять эту информацию в жизни. Я очень люблю Писание. Иисус сказал «Дух Господень на мне». Он помазал меня. Между этими фразами он говорит слово «ибо». И это слово тут не случайно. Оно говорит о том, что у Господа были определенные цели и намерения. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». То есть, Дух Господень сошел на меня не только для того, чтобы я мог говорить на небесном языке, не только для того, чтобы я вздымал руки вверх и ощущал, как благодать течет по моему телу. Нет. Он помазал меня, чтобы я проповедовал благую весть нищим. Вот оно в чем дело. Бог наделил мою жизнь предназначением. Меня спрашивают, пастор, зачем вы все это делаете? Почему вы делаете это с таким восторгом? И знаете, что я отвечаю? «Дух Господень на мне». Я буду делать это до того дня, когда Он вернется назад. Я знаю свое предназначение. Я знаю, для чего я был создан. Для того, чтобы проповедовать благою весть, нести людям истину и делать то, что призывал меня делать Бог. Кто из вас может сказать «Дух Господень на мне», ибо Он помазал меня? Мы не можем совершать благие дела без Духа Господня. Мы не можем совершать их без Него. Люди тянутся к Иисусу, потому что Он может удовлетворить их телесные нужды, чтобы они смогли услышать о том, что им нужно в духовном плане. Он позаботится обо всем, что нужно вашему телу. Но вы должны слушать Его, когда Он скажет вам, «Я хочу позаботиться и о твоей духовной жизни». Вот оно в чем дело. Это всегда происходит именно так. Бог всегда заботится о том, чтобы ваша жизнь была вечной. Я не хочу, чтобы наша церковь стала одной из тех, что служат городу, чтобы получить еще одну скаутскую нашивку. Ребята, у нас должно быть намерение. Мы должны донести до потерянного, изогнивающего мира, дыхания жизни Иисуса Христа. Это должно разбить ваше сердце. Да, мы должны удовлетворять телесные потребности. Но чтобы это сделать, вы должны послушать благовестие, которое я вам сегодня расскажу. Вы должны постичь истину Божьего Слова. Он любит вас так сильно, что позволяет вам оставаться такими, как вы есть. Если вы ощущаете боль, то это не значит, что предназначение Иисуса Христа для вас не исполняется. У вас есть надежда. И эта надежда — это Иисус Христос. Посвятите свою жизнь этой надежде, то есть Иисусу Христу. Даже если сейчас вы ощущаете боль, вы должны улыбаться. Пусть мир удивится вашей улыбке, зная, какие трудности вы испытываете. Ваша улыбка поставит в тупик нашего врага, потому что он будет думать, «Как же так? Я наслал на него столько бед, а он радуется еще больше, чем раньше». Почитайте о деяниях апостолов. Как только враг начинает давить на них, их сила увеличивается. Их сажали в тюрьму, но они восхваляли Господа еще сильнее. Они рассказывали свои свидетельства перед царями, и те обретали спасение. Вот что происходит, когда вы начинаете говорить о том, что Дух Господень на вас, потому что он помазал вас. Он помазал вас так же, как помазал меня. И теперь я несу помазание в вашу жизнь, чтобы наша миссия в Нью-Йорке исполнилась. Вас никто не заменит. Никто этого не сделает за вас. Он послал эту миссию вам. Новый способ жить — это значит сказать Господу, «Господи, я больше не могу делать это только своими силами. У меня больше нет сил. Мне нужна Божья сила. Пусть Божья сила войдет в меня, потому что самому мне этого не сделать». Именно эта сила была дарована нашему миссии в Гефсиманском саду, когда он сказал, «Господи, если есть какой-то другой способ...» Но потом он осекся и сказал, «На то воля не моя, а Твоя». Благодаря этой силе мы собрались здесь сегодня утром. Я не хочу, чтобы вы ушли отсюда, чувствуя себя побежденными или опустошенными, потому что в Библии сказано, «Если вы ощутите Дух Господень, вы обретете веру». Бог посылает нам его постоянно. Скажите мне, у вас есть вера? Отлично. Надеюсь, я вам еще не надоел сегодня. Мы продолжим. Я должен сказать вам еще две очень важные вещи. Итак, вот две очень важные вещи для размышления. Во-первых, людям нужна не просто наша помощь, им нужна жизнь от Иисуса. Им нужна не просто наша помощь. Я люблю Иисуса. Как-то у нас тут лежал один больной человек. Иисус не просто помог ему, но и указал ему путь. Тот человек был слеп и ничего не видел, но Иисус восстановил ему зрение. Ребята, мы должны быть очень осторожными. Мы должны удовлетворять не только целесные потребности людей. Жаль, что у нас так мало времени. Я бы мог говорить о 4 главе Евангелия от Луки и 61 главе книги Исаия хоть полгода. Там сказано, «Дух Господень на мне». Об этом говорится и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это дыхание Бога. На меня сходит дыхание Бога. Но давайте вернемся к истокам и вспомним бытие. Вспомните, как Бог создал человека из праха земного. Он создал Адама из земного праха. Но в Адаме не было жизни, пока Бог не вдохнул в его ноздри дыхание жизни. Он создал его тело, но в этом теле не было души, пока в него не вошел Дух Господень. Мне кажется, что большинство браков рушатся именно потому, что Божий Дух не сходит на нас. У многих людей ничего не получается, потому что Бог не вдохнул в них дыхание жизни. Нам всем нужно Божие дыхание жизни. Пусть сюда войдет Божий Дух и направит нас делать благие дела, потому что без Божьего Духа нам не сделать благих дел. Вот что нам нужно. Вот к чему мы должны стремиться. Вот чего мы должны желать. Давайте смелее. Вот чего я хочу. Я не хочу жить ни дня без Божьего дыхания жизни. Парусник не поплывет, если ветер не будет раздувать его паруса. Мы должны нести людям Иисуса. Я уже говорил, что очень люблю 61 главу книги Исаии. Жаль, у нас мало времени. Там есть замечательные слова. Вместо пепла дастся украшение. Бог говорит, я дам вам радость вместо вашей слабости. Вот оно в чем дело. Вот что Бог хочет сделать для нас. А вот вторая вещь для размышлений. На нас должен быть Дух Господень, чтобы мы могли служить и возвещать людям о Боге. Я обожаю место в Библии, где Иисус говорит это своим ученикам. Прочитайте эти строки. Я их очень люблю. Перед своим арестом он благословляет своих учеников. Он вдыхает в них дыхание жизни, когда посылает их нести благую весть. Следующее упоминание его дыхания происходит во второй главе Деяний. Оно сравнивается там с сильным ветром. В Библии сказано, что ученики Иисуса после этого начали делать великие вещи. Петр стал проповедовать о нем. Он стал святым Петром. Он не вернулся к рыбной ловле. Он стал проповедовать людям об Иисусе. И три тысячи человек спаслись. Он говорил им о помазании. А вот оно в чем дело. Я верю, что сейчас здесь с нами присутствует сила Бога Живого. Он вдыхает в вас дыхание жизни. Я знаю, что у некоторых из вас сейчас начинают чаще биться сердца, ведь недавно вы потеряли кого-то из родственников, сердца начинают биться за нашу общину, ведь вы молитесь за нее уже очень много лет. У кого-то из вас проблемы в браке, но сейчас ваше сердце вновь забилось о вашем супруге или вашей супруге. Я обращаюсь к детям, оставившим своих родителей, и отцам, оставившим семьи. Бог наставит вас на путь истины. Ведь это новый способ жить. Это очень надежный способ, ведь с вами будет Божий Дух. Он будет вместе с вами. Его почувствуют все, кто его вдохнул. Просто впустите его в себя. Вы помните об оживших сухих костях, когда Иезекииль увидел, как ожила погибшая армия, когда на нее подул ветер? Эта сила может сдвинуть горы. Она разделила Красное море. Теперь она пришла к вам. Сейчас здесь дует Божий ветер. Он заставляет ваше сердце оживать и биться ради Божьих дел. Теперь вы живете не ради своего пропитания. Теперь вы живете только ради Господа. Вы стали Его сосудом. Это и есть новый способ жить. Это и есть предназначение нашей жизни. Давайте сейчас все встанем. А вот он, новый способ жить. Простите меня за то, что я сейчас так громко кричал. Просто на небесах все происходит очень громко. Лично я уже готов однажды попасть на небеса. Но я не могу говорить о благости Иисуса в пассивно-агрессивном тоне. Я знаю, почему многие из вас пришли сюда сегодня. На то есть две причины. Первое заключается в том, что вы хотите сделать Иисуса своим Господом и Спасителем. Вы хотите полностью посвятить Ему свою жизнь. Вы хотите, чтобы Иисус был для вас не только фигурой, распятой на кресте, но и вашим Господом. Ведь если Он будет вашим Господом, Он будет заботиться о вас. Если Он еще не стал вашим Спасителем, вы можете сделать Его вашим Спасителем прямо сейчас. просто поднимите руки те, кто хочет это сделать. И не надо стесняться. Спасибо. Я вас вижу. Не бойтесь. Я вас вижу. Спасибо. Я вас вижу. Да благословит вас Бог. Спасибо. Не бойтесь. Поднимите руки выше. Еще выше. Спасибо. Я вас вижу. Спасибо. Но вас вижу. Не только я. Вас видит еще и Бог. О, спасибо. Спасибо. Очень много рук сегодня. Давайте сейчас помолимся вместе. Скажите, Отец, я люблю тебя. Я раскаиваюсь за все плохое, что я сделал. Я прошу тебя войти в мое сердце. Поселись в моем сердце. Я твой. Я покоряюсь твоему разумению. Я достал белый флаг и машу им перед тобой. Я хочу, чтобы ты стал моим Господом и Царем. Я обещаю тебе, что я никогда уже не буду таким, каким я был раньше. Я буду изменяться и расти в Господе. Я молюсь тебе во имя Иисуса. Аминь и аминь. Давайте вас славим, Господа. Ребята, чего вы хлопаете? Мы еще не закончили. Есть еще одна вещь. Если вы чуть ранее поднимали свои руки, то сейчас я попрошу вас встать с ваших мест и пойти в левое крыло нашей церкви к пастору Рику. Давайте возрадуемся тому, что сделал Бог. Давайте восславим Господа за то, что Он сделал. Давайте. Смелее. Давайте восславим Господа. Давайте же восславим Господа за то, что Он сделал. Давайте восславим, нашего Бога. Аллилуйя. Давайте. Смелее. Не останавливайтесь. Не прекращайте. Славьте Господа. Аминь и аминь, пастор Рик, примите этих людей. Спасибо вам. Аминь. Есть еще одна вещь, о которой я хочу вам сказать сегодня. Если кто-то из вас хочет, чтобы Божий Дух коснулся вас, то сейчас Он коснется вас. Мы помажем вас елеем этим утром. Сейчас я обращаюсь к отчаявшимся. Я верю, что вы сейчас не просто так поднимаете вверх руки. Возможно, вы считаете меня еще одним сумасшедшим пастором. Вы можете так думать, но я хочу, чтобы вы сказали. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. А дальше закончите эту фразу сами. И все у вас получится. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова